Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задой и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим об ОФЗ, об облигациях федерального займа. Я в своих видеороликах уже неоднократно рассказывал вам про так называемые индивидуальные инвестиционные счета, ИИС. И инвесторам, которые не являются профессиональными инвесторами, профессиональными трейдерами, я рекомендую на вот этот самый ИИС покупать именно облигации федерального займа. Потому что если вы хотите в первую очередь сохранить свои сбережения и уже во вторую очередь их приумножить, то ОФЗ это будет самое то, причем это самые надежные облигации всех, какие есть. Сегодня мы постараемся разобраться, что это такое, как работают облигации, собственно, и как их покупать и так далее. Во-первых, давайте определимся с тем, что такое облигация. Облигация это долговая ценная бумага. То есть, фактически, когда вы покупаете облигацию, вы даете в долг деньги компании, которая выпустила эти облигации, или Министерство финансов Российской Федерации, как в нашем случае, который выпускает эти облигации. Нужно сказать, что облигации федерального займа выпускаются именно Минфином Российской Федерации, то есть, считайте, правительством. И эти облигации являются самыми надежными в России облигациями, какие вообще только в принципе есть. Конечно, нужно сказать, что наша история знает примеры, когда допускались дефолты по этим облигациям, когда люди теряли свои деньги, инвестируя в гособлигации. Но справедливости ради нужно заметить, что в ближайшие пару-тройку лет такого риска практически у нас нет. И можно сейчас довольно смело инвестировать деньги в ОФЗ. Но многих людей пугает то, как, в общем-то, незнание того, как это все работает, непонимание того, что такое купонный доход, НКД, номинал и так далее и тому подобное. И сегодня мы именно с этим с вами и разберемся. Мы возьмем стандартную ситуацию и разберем ее прямо по полочкам. Во-первых, у любой облигации есть определенная номинальная цена. Как правило, это тысяча рублей. Тысяча рублей стоит одна облигация. То есть чисто теоретически, если у вас есть в кармане тысяча рублей, вы уже можете дать в долг российскому правительству. Но торгуются облигации, как правило, не по номинальной цене на рынке, а торгуются они в процентах от номинала. Допустим, облигация торгуется по цене 105. Но не нужно думать, что это 105 рублей. Это 105 процентов от номинала. Напишу специально в скобочках проценты. Это значит, что реальная стоимость этой облигации будет не 1000 рублей, а 105 процентов от 1000, то есть 1050 рублей. Это реальная цена, которая будет на рынке. Причем вы должны помнить о том, что номинальная стоимость облигации, она может быть как больше 1000, так и меньше 1000. Но практически всегда это 1000. И соответственно, в процентах от номинала облигации могут торговаться как выше, то есть более 100%, так и меньше 100%. Если облигация стоит, например, 95%, номинал ее 1000, это значит, что реальная стоимость облигации 950 рублей. Далее, крайне важный параметр это купонный доход. Купонный доход это то, сколько будет выплачивать вам компания дохода за то, что вы ей дали деньги в долг. Ну, допустим, купонный доход составляет для простоты расчетов, возьмем 50 рублей, и 50 рублей эти выплачиваются каждые 182 дня. То есть 2 раза в год по 50 рублей вы будете получать. При этом важной особенностью облигации является то, что у них есть так называемый НКД, накопленный купонный доход. То есть если вы возьмете 50 рублей и разделите на 182 дня периодичность выплаты купонов, то вы получите определенное количество денег, которое каждый день добавляется по сути к стоимости облигации. То есть это накопленный купонный доход, который распределяется конкретно по дням. Если, допустим, накопленный купонный доход по какой-то облигации, которую вы хотите купить, на данный момент составляет 30 рублей, это значит, что 30 рублей из 50 уже накопилось, и 20 рублей еще должно накопиться. И по факту, вот конкретно в этом примере, берем облигацию, у нее номинальная стоимость 1000 рублей, она торгуется по 105% от номинала. Купонный доход у нее 50, накопленный купонный доход 30. Сколько мы реально должны потратить денег на эту облигацию, ну, собственно, чтобы ее купить. Итак, она торгуется по 105% от номинала, это значит, что стоимость ее 1050 рублей, и плюс к этому еще необходимо добавить накопленный купонный доход, это 30 рублей. То есть фактическая стоимость облигации будет 1080 рублей, не включая те комиссии, которые с вас возьмет российский брокер. Итак, друзья мои, вы можете купить, соответственно, таким вот образом облигацию, и по этой облигации каждые, допустим, 182 дня, как в нашем примере, вам будет начисляться 50 рублей, они будут вам падать либо на ваш банковский счет, либо на ваш брокерский счет, все зависит от условий договора с брокером. Собственно, где и как их купить? Покупаются облигации в Квике, как и акции, точно так же, как и валюта, и, собственно, все там достаточно просто, технология точно такая же. То есть есть графики, есть стаканы цен и так далее. Я надеюсь, что сегодняшнее видео позволит вам, ну, в двух, ну, как бы вкратце хотя бы, да, вот в двух словах я попробовал все это дело объяснить, я надеюсь, что вкратце вы теперь поймете механизм ценообразования на облигации, поймете, как это все дело работает, и, собственно, вам станет легче разобраться в том, как инвестировать деньги в облигации. И если эта тема вам интересна, то обязательно поставьте под этим видео лайк и напишите мне в комментариях, чтобы мы эту тему дальше развили. Напишите, что, Глеб, давай еще видео на эту тему, и я вам покажу прям, как это делается в Квике, покажу, какие реальные есть доходности, покажу реальные примеры и так далее. Поэтому обязательно за всем этим делом следите. И еще один очень важный момент, о котором я не могу не сказать, что если вы будете смотреть на доходность облигаций, которая отображается в Квике, то вас может, ну, очень заинтересовать та доходность, которая там есть, там, 8%, там, может быть, 9%, может быть, там, 6,5%, но по факту, когда вы будете считать доходность, которая у вас будет получаться на калькуляторе, когда вы сами будете считать, окажется несколько ниже. Почему так? В Квике отображается, так называемая, эффективная доходность, которая несколько будет отличаться от той доходности, которая может у вас получиться при ваших собственных подсчетах. Обязательно это учитывайте, потому что вы ожидали, что вы получите доход 7%, а по факту почему-то получилось 6%. Итак, короче, друзья, ставим лайк, если тему вам интересна. Пишите в комментариях, чтобы мы продолжали эту тему. А если вы впервые на нашем канале, то обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видеороликов. Всем большое спасибо за внимание и всем пока. С вами был Глеб Задоя.